На Ленмаре прошло заседание Совета по развитию гражданского общества. В нем приняли участие представители общественности и окружной администрации. Собравшиеся заслушали отчеты о поддержке некоммерческого сектора в прошлом году и обсудили перспективы на текущий год. На поддержку некоммерческого сектора в 2014 году предусмотрено 10 миллионов 600 тысяч рублей. Речь идет только о социально ориентированных НКО, обществе слепых, организациях инвалидов и спортивных секциях. Преимущественно помощь распределяется в виде грантов на конкурсной основе. При этом год назад наш регион впервые участвовал в конкурсе Минэкономразвития на предоставление субсидий для поддержки некоммерческих организаций и был признан победителем, за счет чего получилось с федерального бюджета 4 миллиона рублей. Конкурс «Анининский автономный округ» был признан победителем и между округом и Министерством экономического развития России было заключено соглашение о предоставлении субсидий с федерального бюджета на сумму 4 миллиона 156 тысяч рублей. Все средства были освоены в виде грантов, которые предоставлялись на конкурсной основе в прошлом году. В 2014 году регион снова участвовал в конкурсе и выиграл почти вдвое больше – примерно 8,5 миллионов. Эти средства округ рассчитывает получить в ближайшее время, и тогда снова будет объявлен конкурс грантов среди НКО. В этом году уже прошло три конкурса на поддержку социальных проектов организации и один на предоставление субсидий. Уполномоченный по правам человека в Ненецком округе Татьяна Бадьян обратила внимание собравшихся на работу с молодежью. По мнению омбудсмена, в регионе не слишком много организаций, занятых в сфере социализации молодежи. «Как-то обратить на это внимание, именно на увеличение социальной деятельности молодежи, не сколько, допустим, старшеклассники, и именно молодежь до 35 лет». В заключении собравшихся представителей общественности проинформировали о создании общественных советов при органах государственной власти Ненецкого округа. Такие коллегиальные совещательные органы сегодня создаются при всех управлениях и комитетах для развития их взаимодействия с гражданами. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.